со временем и спеша правильными шагами именно таким как в турции органичным путем естественным видео ну потому что люди очень активно сейчас заходят и поэтому связь вот такая видео даже прерывается вот надо немножечко конечно над дисциплиной поработать мы средней никогда никаких репрессий не устраиваем людям до что там или поздно зашли или прекращаем закрываем доступ 2 минуты всего прошло всегда даем людям возможность присоединиться мы сами не всегда бываем прям четверка в тетельку пунктуальными да вот ну как бы на будущее чтобы другим людям не мешать надо как-то немножко самим себя дисциплинировать так что вот в конце уже когда я немножко вам расскажу о нашем туре можете свои вопросы задать я в конце покажу новинки те которые ну как бы для меня новинки до которые я для себя применила смогла приобрести в корее воспользовалась такой возможностью думаю некоторые товары нам доступны с атоме global а некоторые мы можем заказывать непосредственно скорее а из-за того что я и там была сама я попыталась несколько товаров лично приобрести вот там у меня доча живет она на ее адрес на заказание и я несколько товаров собой привезла вот так что ну что давайте еще две минуты подождем дадим как бы пять минут людям чтобы они присоединились кому интересно вот вот ульяна я вижу ульяна привет как у вас там я прямая так переживала за раису да вот у раиса селютиной к сожалению произошел пожар на ее пострадала территории и образовательного центра это просто вообще так удручающий такой факт и конечно ущерб такой для нее вот и компания обещает поддержать принять меры там восстановлению продукции в общем короче я я очень сильно надеюсь что это будет такая ощутимая помощь для раисы это наш такой очень грамотный очень толковый преданный партнер которая нам проводит вот презентации до каждый второй понедельник месяца вся ее семья в бизнесе прямо ценнейший такой наш бриллиантовый мастер я считаю что ей можно помочь потому что она работает на всю нашу структуру бескорыстно и самоотверженно вот так что ну что я такая не очень сильно во всех вот этих интернетовских делах не знаю где посмотреть сколько человек сейчас я спрошу ну все вот женские несколько минут прошли до которые мы всегда даем женщинам возможность опоздать там и начну ничего такого прям из ряда вон выходящего я не сообщу просто поделюсь теми впечатлениями которые мы получили в корее во первых организация наших туров от компании это просто ну вот такие они молодцы всегда мы благодарим всегда в дороге и тем более вот таким возрастным людям как мы да как я иногда бывает какие-то там усталость или что-то еще сам сами те дни когда одна за одной экскурсии то даже вот бахыт ездила в том году наш партнер из алматы она ездила в том году в тур успеха и тоже видела и тоже она мне говорила что ты там будешь бегать с самого ранья поднимают и допоздна как бы на ногах ну вот сами те дни конечно кажется что ой стал хоть бы немножко вот сейчас передохнуть отдохнуть я не знаю как прошлые разы в этот раз у нас были два или три дня у нас были семинары вот и ну интересно конечно проходила там наши наши офисы приготовили нам такие конкурсы чтобы люди как бы проявляли свою такую ну творческую активность да и мне понравилось то что сама компания она не чурается вот каких-то советов да от лидеров в открытую просто говорят что может быть вы что-то такое придумаете что будет очень полезно и в нашей работе да мы можем применить поэтому это конечно приятно что такую креативность они могут оценить и принять для себя да это же здорово вот как бы нам всегда же и мистер пак и наши вышестоящие спонсоры говорят что вы должны себя позиционировать как хозяева компании да со совладельцы может как-то так ну совладельцы как бы вы владельцы собственного магазина и вы должны можете настолько подходить творческий так своей работе не обязательно там от и до все точки какие-то выполнять но еще и можете творчески подходить к своей работе еще как бы расцвечивать как да вот нашу работу рутинную таким подходом несколько дней штука разных классных мы провели в нескольких городах вот мне надо было конечно приготовить у меня он есть но просто из-за того что у нас там такая длинная дорога была и скорее сам полет весить чем-то занимать я с дочкой до стамбула мы летели вот сейчас я нахожусь в своем таком шоу-руме в своей квартире я из самой большой комнаты сделала такой шоу-рум вот сзади меня видите продукции это не 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 склад продукции это пустая пустые коробки которые мы использовали для себя и вот так решили всю эту стену выложить она у нас высокой еще пока не заполнены ну вот стеллажи сзади меня и вот вверх вот так на ними аккуратно поставили коробочки те которые мы сами используем вот и что хотела еще сказать несколько до до семинара в корее сейчас одну секундочку ой я извините не спросила тут мне пишут что очень тихо очень тихо да кто-нибудь голосом скажите потому что я не знаю где прочитать сообщение дина слышно хорошо да а люди пишут что плохо ой классно я прям так рада вот до начала самого семинара несколько дней мы провели в экскурсиях каждый день так насыщенная программа была несколько объектов мы посещали такие вот исторические какие-то достопримечательности да вот потом сами знаете что два дня мы посвятили и знакомству с производителем с ознакомились сатоми парк вот нас подвезли туда мы аж где-то часа два наверное два с половиной часа ехали до этого городка да и вот из все ула ознакомились сатоми парком с его великолепными ой с его великолепным наполнением я не знаю даже как вот это все передать как все для людей наш мистер пак продумал до мелочей чтобы и офисным работникам было удобно работать и чтобы мы могли во время экскурсии никому не мешать свободно себя чувствовать там где хотим фотографироваться у нас попросили не шуметь но мы как на самом деле и не шумели разговаривали между собой фотографировались рассматривали все эти стенды великолепны и на следующий день мы познакомились поехали на комар производится наша великолепная продукция наша косметика и другие увидели воочию я это выставлю все в чате ну те кто были они конечно знаю еще раз пусть убедятся да я выставлю в чате какие в этих стендах какие марки косметики выставлены вот и это на самом деле производится там если даже ну как бы конечно какие-то известные марки до прямом класса конечно рецепты это их не там разработки их да но то что они доверяют вот именно этому заводу да так по-русски скажем корр этой корпорации все это но превращайте такой товар все это распасовывать да конечно это дорогого стоит и об этом надо взять на всем рассказывать вот и потом мы там конечно фотографировались и рассматривали все эти артефакты и какие-то может быть великолепные здания ну и самое главное мы общались между собой да у нас был гид она нам рассказывала о таких достопримечательностях Кореи вот рассказывала какие по каким правилам живет это население это страна какие-то особенности которые может быть мы нигде не прочтем да не увидим их в каких там видиках вот и потом мы конечно между собой общались это очень интересно наш автобус номер три он был отдельно для казахстанцев партнеров из киргизии и из узбекистана там по одной паре были с этих республик а в основном было заполнено нашими казахстанцами вот россиян было два автобуса естественно больше да вот так что и такую огромную ораву надо было организовать пропитание вот и это конечно тоже все было организовано вовремя мы приезжали нас всаживали там обслуживали огромные помещения такие ой я бы даже сказала прям какие-то гигантские вот такие огромные порции как-то я так не привыкла столько много кушать да есть вот в общем все было так очень интересно необычно иногда непривычно мы даже там научились как бы обходиться без хлеба вместо хлеба рис и на удивление вот один раз такое было это было по-моему на второй день нам дали такую огромную как знаете наши вот бывают небольшие кастрюльки чашки вот такого размера принесли бульон там была говядина на костях огромное количество мяса бульончик такой очень вкусный и это люди почти я так ну не то что прям я наблюдала кто сколько ест просто знамитил что многие даже женщины это съели я была вообще ну как бы удивлена хотя я тоже я не не смогла все я меньше половины съела но я так конкретно наелась да и вы знаете где-то часа через три такой прям знаете голод как будто вообще не обедали и ничего ничего не ели это вообще удивительно потому что у них видимо вот эти все ферментированные их овощи там салаты как бы мы называем салаты это просто все такое ферментированное такие соусы наверное они способствуют и такому перевариванию помогают это такие как бы мелочи да астрономические я вам их просто рассказываю из-за того что мы все женщины какие-то мелочи замечаем а самое главное что я считаю что вот каждый человек не то что он должен прям посетить Корею но это просто необычная культура как бы отличная от нашей люди такие дисциплинированные и но в то же время вот они очень такие эмоциональные веселые я бы сказала если даже они такие трудогоники вот они как-то вот и на юмор хорошо реагируют и потом очень такие знаете вежливые даже у них не принято что-то одной рукой вот так подавать они даже тебе карточку возвращают с которой ты платил они прямо так двумя руками тебе это дают так интересно но и в то же время как бы вот у них культура такая вежливость вот ну Сеул тоже как бы столица их она конечно очень ну загружена да там живет пол Кореи как они говорят половина Кореи живет в столице в Сеуле те хотят жить в Сеуле вот у нас же тоже в столицах и из провинции и сельских сельской местности из маленьких городов люди приезжают потому что считается что ну там больше возможностей и для заработка и для развития вот и поэтому там тоже также перенаселено каждый метр квадратный используется по полной программе поэтому огромное количество высотных знаний вот так что это тоже как бы может быть интересно ну люди видите приспосабливаются вот и несколько дней мы провели как туре успеха куда включен день семинара мы останавливались в гостиницах два или три раза пришлось с одной гостиницы в другую переселяться потому что переезжали там из города в город ну автобусы нам подавали и мы как бы немножко с нашей недисциплинированностью конечно там всегда говорили более раннее время и приходилось вот час больше часа иногда как бы поджидать отъезд ну все так прошло как бы нам казалось что мы несколько уже там недель находимся а сейчас я думаю боже мой как все быстро прометкнуло потому что масса впечатлений и даже ну незаметно было как это ну уже об усталости человек не думал потому что задача стояла допустим в 7 часов прийти на завтрак потом быстро собраться и сесть в автобусе чтобы уже опять в дороге оказаться вот и самое главное конечно впечатление это семинар потому что я например не была в Корее на семинаре некоторым вот посчастливилось у нас некоторые даже партнеры я не буду называть имена некоторые партнеры съездили и в тур успеха и побывали на семинаре да ну у некоторых как бы уже в бизнесе нет или они просто ну может быть они когда-то проснутся некоторые конечно проснулись да слава богу вот а некоторые ну как бы канули в небытие ну я например если бы я в самом еще начале бы поехала ничего бы не знала об этом бизнесе я бы конечно ну тоже была очень впечатлена да я бы ни за что в жизни бы не оставила это дело да свое и как бы я бы захотела именно такое качество жизни изменить и выйти на новый уровень вообще ну жизни и как бы сказать понимание понимать такую новую влиться остаться в этой такой новой струе правильно это относительно относительно атоме это вот я бы даже сказала не струя а целый поток вот кто-то 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 даже ну может быть нам нам просто не верят и сами себе не верят да они даже не допускают что они могут самое главное своей жизни пропустить вот не оказаться в этом потоке я даже не представляю как можно ну этого не бояться а те кто как бы ну принял решение может осознанно может просто чтобы не обидеть вот там близкого какого-то да не отторгнуть его предложение там не оттолкнуть от себя они конечно вот ну большие молодцы я считаю что ничего сложного они не совершили мы тоже ничего сложного никаких нам капиталов не надо было сюда принести ничем не рисковать просто поглубже поинтересоваться вот и когда мы на сцене побывали там нас пригласили как лидерский чтобы как бы девизы именно со сцены произносили вместе со всей этой аудиторией вот представляете многотысячная многотысячная публика почти все места были заняты все так дисциплинированно все так зашли уселись и вот это ощущение такой причастности да к этому но вот до сих пор не покидает хотя мы уже давно в этом бизнесе когда мы очень сильно как бы очень сильно рады что мы можем поделиться с людьми этой возможностью да но там конечно ты как бы вот на самом таком пике на гребне вот именно событий и вот это вот осознание вот этого ну я желаю испытать каждому и еще что меня вот поразило как это все вот устроено в Корее да вот например мы мы тоже вместе со всеми нам выдали ланчбоксы это у них так все запланировано было принято чтобы не тратить время куда-то на поездку на обед нам выдали ланчбоксы великое великолепное там была еда все свежее маленькими какими-то несколько несколько видов еды конкретно наелись ну куда-то же надо было сесть там оказывается вот вокруг вот этого урота вокруг него такая полоса посадок деревца кустики травка вот там расположено много-много таких столов со скамейками да все в парках везде так и как бы у нас раньше так тоже было чтобы ты мог сесть там поесть вот сейчас я видела на Саламате тоже во дворах такие устанавливают очень хорошо с обеих сторон от стола скамейки прямо прикрепленные встроенные и вот там прямо это массово таких столов мы увидели где-то было место при соседе нас любезно нам разрешили корейские товарищи да и мы смотрим они рядом тоже где-то на траве кто-то присел кто-то за столами всем столов не хватает и подъезжает машина такая какая-то ну она и не совсем грузовая ну как мини-автобус и оттуда выгружает несколько столов таких складных круглых полно-синих выгружает оттуда складные стулья ставят это все вот где есть место усаживаются да видимо это по командам они ну конечно как бы только те которые друг друга знают да вот так они организовываются а некоторые привезли с собой вот такие маты у них очень классные то есть маты вот так как-то складываются и тут уже ручки и как сумки они их несут бац разложили на траве все сели покушали какие молодцы вообще и вот это как бы я вот в таком как бы это масштабе увидела да то что вот рядом с нами мы тоже обедали все эти обеды и потом уже пошли к самому зданию а когда мы вышли после семинара у них еще ужин вот нас то повезли на ужин мы то приезжие а они местные да они все тоже ну так интересно вот полностью вокруг здания возле здания возле любой стены где там вот киночек или как-то удобное такое место они спокойно просто садятся там что-то сели от собой приносят сели от садятся на пол и вот эту еду кушают у них тоже там все это было ну в таких нодибоксах все так культурно они наверное с собой еще там привезли напитки воду в общем великолепно организованная такая нация и поэтому как то вот ну некоторые моменты конечно хочется перенять чтобы мы тоже такие были более сплоченные организованные хотя у нас люди тоже теплые да и как то друг с другом нормально коммуницируют но вот у них вот это именно в таком массовом порядке они особых каких-то вот к себе не требуют какого-то внимания бац взяли сели на землю и поели это же ну классно у них у них вот не считается что вот ты где-то там сел поел ты вот что-то какой-то там порядок нарушил спокойно ты человек ты должен поесть и у них это вот целиком принимается как вот как должное ну вот такие мелочи может какие-то бытовые я больше рассказала да на самом деле это конечно это я представляю какой-то вот те люди которые может быть может быть они начинают да те которые я говорю про тех кто на семинар такой попал не в тур шаров а вот именно на семинар там многие были новенькие да пришли кто-то приехал кто-то работает в корее да кто-то специально приехал ну они конечно получили огромный импульс огромное понимание вот видение я считаю что многие получили вот такое видение те кто ну как-то немножко у них мозг работает если они получили это видение и понесли не расплескали довезли до своей до своей родины я так считаю вот и поэтому конечно атоме то что предстоит вот в планах атоме да все это воплощать в жизнь вы даже не сомневайтесь ребята если кто-то сегодня или первый раз пришел или начинает только да или может у него в этот момент какие-то ну может сомнения появились или усталость это совсем не бывает да вот может что-то его очень многие люди причинили боль с моим отказом или насмешками да вы будьте выше этого вы абсолютно как бы спокойно можете продолжать если кто-то в это время имеет какое-то свое дело или какую-то работу вы спокойно это все продолжаете да просто не не забывайте о том что в скором времени совсем ближайшем времени о том и такую такую масштаб приобретет да что люди увидят вот эту грандиозность и никогда ну вам не будет стыдно да за то что вы кому-то делали предложение пусть кто-то не понял постепенно вам никому ничего не надо доказывать сама жизнь за вас все сделает все станет на свои места вот самое главное чтобы у вас внутри вот этот огонь горел вот когда мистер пак вышел на сцену вы представляете какая вот прям ну такая вот горячая волна по залу и все так его приветствовали ну потому что на самом деле человек ну об обычных вот сегодня я болтаю да с вами об обычных вещах он точно так же об обычных вещах начал разговаривать и как бы ну смеялся там уже который раз об этом говорю потому что это наша жизнь да мы изо дня в день какие-то вещи для нас очень привычные изо дня в день делаем какие-то одинаковые вещи действия да совершаем вот точно так же когда вы в атоме решите какие-то шаги постоянно постоянно их повторять не бросать да тогда вам это принесет результат и вот он тоже об этом также говорил со смехом что я вот сто раз об этом как бы рассказываю ну потому что на самом деле кто-то услышит с первого раза какую-то очень такую ценную информацию а кто-то кому-то надо еще немножко разобраться или не сотрас услышать чтобы как бы его это задело да вот чтобы у него что-то там застряло лишь бы было где застревать обязательно застрянет вот поэтому я вот к чему вас хочу призвать к тому чтобы вы вот как мистер Пак сказал надо этот бизнес сделать в расслабленной манере да но чтобы как бы чтобы не пропадал вот этот настрой вот этот подъем конечно надо как можно быстрее заставить себя проработать вот свой список понимаете вот только в этом я считаю можно ускориться и это будет только для вашей пользы и все остальные вещи кого-то там заставлять прокупаться самому там что-то у кого-то занимать там кредиты залазить чтобы быстрее сделать свои поинты этого тоже не надо делать ну вот потому что здесь такая система человеколюбивая которая которая вот именно создана для того чтобы любой человек мог здесь создать пассивный доход ну мы об этом постоянно постоянно говорим но может быть сегодня какие-то новые люди пришли да они это услышат может не от того не от их предносителей допустим от меня например сегодня да вот и и поэтому такие вот призывы какие-то может быть какие-то лозунги я это бросать не буду просто разберитесь самое главное разобраться чтобы мнение превратили в знание и тогда вот это будет ваша сила на жил нас здесь скажем часто что какие-то такие цепкие такие предложения говорили у нас же все равно остается да там знание сила вот знание это на самом деле наша сила а поэтому я предлагаю вам разобраться как можно больше почитать именно полюбоваться именно порыться на нашем сайте полюбоваться им какой он великолепный может это сразу как бы непонятно каждому человеку может только специалист скажет о какой крутой сайт туда-сюда я например мне бы вот например была бы какая-то красочная там картинка да как классно как красиво там ничего такого особого красочного нету ну я доверяю специалистам они готовы какой у вас крутой сайт там ну вот я им верю я вот об этом людям говорю особенно молодежи вот там конечно было и представители молодого поколения их было меньше конечно но есть такая тенденция что сейчас все больше и больше партнеров присоединившихся присоединяющихся думающих присоединиться все больше и больше будет именно молодых потому что такую возможность им не предоставит никакие корпорации никакие там проекты вот они конечно будут совершенствоваться это классно пусть они получают образование да вот каждый в своей сфере какие-то ну свои планы осуществляет но такую оплату за их вот какой-то совсем не тяжелый труд то есть передачи информации да ну такой оплаты конечно больше нигде они и получат это факт потому что сейчас вот снова на семинаре да опять выступал генеральный директор газа но уже не астму а газа глобал этот глобальная азаму будет он уже так и называется вот что он с такой хитринкой прямо в глазах да об этом говорить что ну какие даже потрясающие такие вещи будут твориться которые будут приносить нам поинты какое обслуживание какие отборные там продукты питания будут приносить поинты да бензин страхование автомобилей то что каждый каждый наш человек делает ну в каждой стране это так все просто ты имеешь автомобиль ты его должен застраховать каждый год ты должен заплатить какую-то сумму ты с этого будешь иметь поинты залил бензин на правильной заправке и получил поинты вот купил правильную косметику получил за это поинты вот поэтому у каждого человека есть выбор и надо его насиловать да пусть он сам решит и тогда ему будет приятно сделать упаковки пользоваться всем и так далее и значит это будет ему приносить максимальную выгоду еще и в денежном выражении вот ну теперь я могу ответить на вопросы потому что я могу рассказывать много и каждую вот какую-то может быть я какие-то важные моменты до которые вы ждали от меня ну не осветила вот именно то что вас волнует это просто так чисто по-женски по-обывательски рассказала как на связи конечно много всего потрясающего я вот прям не могу там сказать ой как вот было так потрясающе потому что вы это сами должны увидеть а теперь вот давайте задавайте вопросы которые вы хотите мне задать пожалуйста я отвечу вот и кто поднял руки мне что с ними надо делать это нет все нормально вы сделали то есть мне дали вот микрофон и открылась я теперь вот задаю вам вопрос можно пожалуйста вот вы были на заводе да а что там из продукции вот нашей производится косметика как я поняла да или еще что вот для атоми там производится вот нам нас провели потому что туда нас не могут запустить там у них полная стерильность нам выдали бахилы и как бы мы это прошли вот по такому длинному коридору а в окна мы видели вот сами цеха и он нам коротко этот мистер ли который возглавляет офис в Кыргызстане и в Узбекистане он нам потому что не нашли другого переводчика он нам как переводчик был он провел нас так быстренько и сказал и мы увидели на самом деле там расфасовываются косметика расфасовываются в отдельном цехе там у них специальные емкости такие поменьше да как бы а там где расфасовываются более большие емкости шампуни какие то там еще средства там уже это был другой цех там уже другие люди работали и другие другая ну другое оборудование более такое емкое вот ну я как то так особо не заметила конечно косметика производится вот эти чистящие моющие средства которые они нам показывали что вот в больших эти расфасовываются и все я как то так не записывала именно именно что у нас это все на сайте везде на упаковках везде все написано я ответила да на ваш вопрос спасибо не за что всем добрый день или добрый вечер я хочу сказать огромное спасибо меня слышно нет я что то не поняла слышно да спасибо большое я хочу поблагодарить дину за вот такую подачу информации я наслаждаюсь дин вашим голосом я во первых безмерно счастлива что я познакомилась с вами в живую воочию будучи в Турции поэтому огромное спасибо и вот наслаждаюсь именно подачей вашей вот смотрю ваши ролики смотрю вот в прямом эфире огромное спасибо мне очень интересно и я представляю какие там конечно были бы эмоции у меня у человека такого эмоционального вот поэтому благодарю спасибо большое и спасибо дина за консультацию за покупку с казахстанского рынка на казахстанском рынке скорее чтобы купить спасибо большое мы с партнером я лично сама заходила посмотрела как это все можно оформить сделать я думаю что мы все это оформим сделаем купим все спасибо еще раз рада знакомству да не за что ой давайте лучше вопросы спасибо марина мы еще встретимся в турции сейчас я уже здесь я в казахстан собираюсь в сентябре а у отлично вот и там там встретимся да добрый день да да давайте мадина очень рада вас видеть дина и рада вашей поездке у меня один вопрос если можно подскажите пожалуйста видите ли вы соцсети где можно за вами наблюдать учиться у вас и ваша поездка в кореи где-нибудь подражена мы хотели бы посмотреть поделиться со своей командой чтобы они тоже зарядились этим огромным желанием достигать результатов и выезжать естественно в кореи спасибо марина ну видите я это не владею вот такой я пользователь неважный соцсетей ну ничего страшного вот я в чате в нашем выложу фотографии так ну как бы я хочу начать завела аккаунт в этом в инстаграме вот доча мне обещала его вести ну у нее тоже там своя учеба свои дела и как бы ну если бы за меня кто-то это делал я бы с удовольствием предоставляла бы им контент а я просто хочу ну может мне там еще сын подключится кое-какие там идеи потом я вам один расскажу отдельно да вот как бы я запланировала в конце поделиться своими маленькими покупками да чисто по-женски вот все мечтала мечтала и никак не это у нас многие партнеры заказывали себе вот эти полотенца да и супи мы и я каждый раз ну какие-то другие там покупки делала мы же уже на свой аккаунт не делаем поинты да другим людям делаем и все хотела чтобы ну побольше поинтов было вот такие товары они же мало поинтов дают вот в этот раз я заказала видите вот такой сиреневатый цвет я люблю да ну как бы бледно-фиолетовый сиреневый я считаю и серый вот потому что у меня голова краждано чтобы не пачкать белые полотенца вот я заказала вот такой цвет для лица для рук а серый вот именно для своей этой крашеных волос для своих обалденно я думала ой ну там прям боже мой и в Турции какое качество классное да и у нас тоже во всех наших странах в основном турецкие мы покупаем махровые изделия но я перешла честно говоря последнее время уже несколько лет я перешла на вафельные изделия и халаты и полотенца и простыни я вот теперь махру как бы отказалась от махры это тяжело и машинки стирать там загружать и высыхать это все долго а вафельное оно тоненькое тоже хлопковое и уже как бы более актуально но когда я вот это купила и когда я почитала отзывы и на самом деле вот это супима раньше я что-то я приобретала я не помню где-то было написано ой супима и я купила и на самом деле вот это вот из-за того что вот это волокно хлопковое оно длинноволокнистое ой я сказала волокно длинноволокнистое сам хлопок такой вот он длинноволокнистый из него получается совершенно другое качество вот ну когда его превращают в ткань из него нитки оно совершенно другое да нить когда придут совершенно другая получается другое качество нету вот этих ворсейных лишних потому что длинное волокно оно сплетается в такую нить гладкую шелковистую понимаете нету вот этой вот этой махры вот и поэтому и она такая тонкая а полосенчика такой тонко хотя иду двухсторонний махра вот и с этой стороны махровая и с этой и нету вот этой вот велюрности да такой плотной и не гигроскопичный а это прямо вот ну великолепно советую если есть возможность заказать с корейского сайта или у нас сейчас уже найти эти чипом у ездят то вот прямо рекомендую вот у кого уже хороший по это накопились спокойно можете покупать потом я еще потрясающую тоже давно хотела это не было связано материальным недостатком просто боялась что во время пересылки что-то случится вот заказала себе этот великолепный наш фен ионизирующим сегодня и воспользовалась ну конечно это что-то что-то с чем-то вот эта насадка смотрите вот например насадку я кладу она на магните и встала и надо ее не крутить не это она сразу сама притянулась и вот так ее просто берешь и оттягиваешь и тынс и вот так ставишь и работает 2 я еще пока не разобралась почему и две что-то они вернущили запасная или как-то функция другая потому что у них как это немножко немножко форма другая а да точно здесь вот как-то уже вот эта щель а здесь вот ширша смотрите и это и сама пошире и какая-то округлость в общем короче я с этим разберусь пока вот после дороги только-только начали отходить вот и вот есть такой как называется дефузер дефюзер 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 тоже для сушки кудрявых кучерявых волос чтобы они вот так вот после высыхания не разлетались а порядочно себе чтобы вели вот и глины шнур ой куда хочешь в чайка хочешь его очень здесь он конечно это обалденно он не такой легкий как тот вот прежде который был он тоже великолепно вообще легонький такой и как как профессиональный его можно использовать ну а этот он чуть-чуть тяжелее из-за своей вот такой вот функциональности да но зато и удобно и быстро и в вы все это сделаете руками устанет не испортит ваши волосы послушать классно вот и еще я одну такую покажу тоже наконец-то сделала себе такую купку набор да он же тяжелый очень она сама такая не очень-то толстая такая тяжелая здесь вот что-то закрутили но я вам потом вот эта ручка она откручивается а потом вот это снимается вот она она тяжеленькая так что ее можно мне кажется как-то ну ее естественно надо открутить она в коробочке в отдельной ее может быть можно куда-то там в рюкзак положить или а она вообще-то в рюкзак или в ручную может быть это металл как оружие выглядит может не разрешат ну и я в багаже вот в одном дочином этом чемодане глубокий вот такой мы там написано ВОК ну мы его называем сотейник да а то чуть больше 28 сантиметров сковорода туда вложила все из коробок вытащила и вот эту потому что все же без ручек вот они более такие как бы вот этого нету вытирающего ручки отдельно в коробочках и друг в друга я вложила они в пакетиках были друг в друга вложила ручки все три поместились вот в эту маленькую ну она не такая прям маленькая 26 сантиметров она средняя вот как раз такая оптимальная мы вот на таких яичницу делаем да когда два там три человека дома а когда мы все снимем вот большая сковородка есть да картошку пожарить и вот эта которая более глубокая я ее конечно тоже испытаю и покажу вам в том видео сниму и покажу вот такие приобретения не сделаю довольны сегодня ее первый раз использовала конечно штука еще та классная единственное что надо этим вот не как эти говорят же вот какие-то там покрытия вот нельзя их царапать а на самом деле что это вот для нас вредно вот эти все покрытия а здесь не от того что какое-то вредное покрытие или что-то просто чтобы вот это оставалось цельное здесь надо силиконов или деревне эти лопаточки немножко вот мешать и еще я приобрела вот это потому что там уже будучи там скорее вот эту новинку запустили на сайт ну кто-то уже у нас уже успел ну просто от того что я не не было дома ой запах хороший вот это гидробалин да гидробалин я его на чистую кожу наношу он не придает такого вот блеска как например вот этот наш мой великий великий reset buy да кто-то говорит потом как вазелин он жирный ну он не жирный он очень хорошо вот прямо на макияж его накладывается такое вот сияние придает классное я его прям на этот на поверх кушона ну если вам интересно я эту тему могу потом развить сейчас можете вопросы задать да вот а вот это конечно великолепно на лето увлажнять кожу пусть она даже вот так не блестит но зато она именно увлажненная напоенная на чистую кожу я наношу вот сейчас я только ну как наношу два дня вот а так вот буду постоянно теперь им пользоваться после всех кремов после очищения после всех кремов и даже вечером вообще на умытую кожу хочу после тонера вот это наносить уже ну летом именно а вот это я конечно я раньше ну вот это я буду пользоваться с осени как бы на чистую кожу я наносила после тонера вот вечером особенно вместо крема утром прям встаешь такой глянцевый печок и на и на макияж вот я его на лицо наношу после этого и вот знаете в этих же мы заходили там туалеты да и и не только во время семинар и просто во все поездки и везде везде я наблюдала женщины и молодые девушки заходят и все это кушоном или кушон или того что-то пудра и все вот именно вот этой спонжиком именно все вот так вот так свет и все никто не ленится вот мы тэнкс тэнкс и сразу начинаем разносить да и тем самым мы как бы даже уменьшаем слой нанесения глубину его да они вот именно у них настолько отточены все движения они вот именно так так прям по всему лицу не ленятся и наносят вот это это правильно вот ну как бы чтобы лишнего не было вот так что ну как бы такие вот подсмотрелки подсмотрелки тоже мы как бы людей учили я тоже так делала но я иногда сама ой быстро-быстро уже все на лицо навесла вот два-три раза сделаю а потом а они нет они вот этого вот практически не делают они тых-тых-тых-тых как бы я так вам по-свойски тых-тых-тых так что давайте еще вопросы задавайте можно вопрос можно вопрос давайте давайте не спрашивайте что-то не поняла подскажите может быть вопрос не по теме но вот вот есть какие-то особенности вот в регистрации белорусов я понятия не имею они же на российском сайте регистрируются и там при регистрации когда вот форма все данные которые мы должны зарегистрировать там надо выбрать страну Белоруссию Белоруссию выбираем и вам там предлагается внести все данные которые вот им как бы для регистрации достаточны и вы там это все вносите да ну может быть знаете вопрос вот тогда такой а есть какая-нибудь разница вот сайте вот этот магазин потому что вроде бы как у них меньше да продукции чем на российском сайте не подскажете ну вообще-то я вот считаю что если у них как бы на российском сайте они регистрируются у них должно быть такой же ассортимент вот мы например у нас отдельный сайт да у казахов у узбеков и у кыргызов но у нас идентичная вот состав вот ассортимент продукции такой же как у нас а у вас отдельный сайт на три страны да получается нет у нас казахстанский сайт отдельно на двух языках на казахском и на русском у узбекистана у кыргызстана точно так же а мы как бы являемся филиалами россии понятно точно так же видите вот там как-то мне надо сегодня зайти я посмотрю ассортимент я тоже вот я тоже вот так же думала ну просто мне девочка из белоруссии сказала что у них там намного меньше продукции чем у нас а знаете это может быть почему потому что какие-то значит у них чисто таможенные какие-то правила или какая-то сертификация какая-то продукция значит не прошла сертификацию что-то там белорусская сторона что-то значит не давая завести а им с какого склада доставляют с москвы по-моему с москвы потому что самая ближайшая для них это москва у у российского сайта есть пока два терминала в москве это в ногинске да под москвой и новосибирске вот а они планируют вот как я слышала что-то я вот знаете времени у этого бедного Антона его там все затюркали я хотела у него спросить они по-моему в Краснодаре будут открывать третий на юг юг России и с выходом на Кавказ у них это будет в Краснодаре они планировали раньше или в Краснодаре в Краснодаре или в Ростове по-моему Минводы Минводы ну может Минводы может от того что там авиационное сообщение да логично вообще будет классно обалденно тогда быстрее откроется Азербайджан и Армении и Грузии и так далее так что классно спасибо а вот мы а мы то тогда получается вот я например да вот с россией со своего вот аккаунта я как бы не могу зайти никак посмотреть вот как выглядит вот именно сайт для белорусов ну понятно что он российский сайт ну вот этот ассортимент да вот никак не посмотреть получается если только аккаунт какой-то а как они ну вы ее попросите или в ее прям аккаунт зайдите по ее данным и посмотрите что вам доступно в магазине для заказа ну да но она еще не зарегистрировалась хорошо ну при регистрации то же самое тоже так думала Марина скажите быстрее регистрируйся опоздаешь хорошо спасибо не за что давайте не стесняйтесь потом может не будет такой возможности можно у вас спросить давайте меня зовут Галина я хотела узнать сколько стоит у вас фен вот этот фен сколько стоит я так его хочу приобрести цена вопроса на русском этот фен я же его прямо в Корее купила ну да зайдите на корейский сайт там по-моему он около 300 тысяч вон это где-то румина это сколько будет где-то может 240 да 250 долларов я на Рубине не знаю понятно вот такая вот смотрите люди и там мы смотрели и это здесь в Турции 500 долларов стоит дайсон так да стоит ну вот я например вот им довольна не то что я там кого-то отговариваю или вот из-за того что это нет тот фен который да он классный первый вот я его брала поинтов получить и ну я не знаю может там какие-то прямо супер-пупер насадки здесь вот две вот этих я их испытаю вот там знаете еще многое зависит от того ну говорят там не нужно расчески да как бы вот туда насаживаешь да да здесь тоже можно так представить самое главное хорошую расческу надо купить меня мой этот парикмахер научила она говорит надо купить такую расческу не обязательно она все круговая как щетка просто вот раньше которые были вот не со щетиной а вот такими на кончике шарик да шарик да я мы раньше наоборот я считала что если твердая значит хорошо чтобы она была мягкая и потом еще я это как его как-нибудь мастер-класс проведем по волосам я покажу именно как надо укладывать там такая маленькая главная хитрость и такая она очень простая и совсем по-другому укладывает и никакой вам стадия не нужен спасибо спасибо дина спасибо хорошо приятного отговаривать а не слабо делать дайте два раза дороже и ну не знаю не имеет никакого смысла а это я не делаю вашу логику представляете просто тот фен то это есть у моей сестры мне очень безумно нравится она его заказывала скорее первый такой он стоил тогда 70 долларов стоит он коллектор бесколлекторный он такой легкий да он выполняет как профессиональный фен работает да он очень удобный он действительно легкий он действительно да мне он очень нравится я когда бываю у нее не вижу но он нравится да это на самом деле я вот у меня был выбор я его тоже хотела купить что-то в этот раз у нас это ну побоялись что вещи для подарка вот не приведешь они в коробке вот коробки очень много места занимает вот я хотела две-три штуки купить для подарков чтобы вот нашим партнерам да подани вот и ну в этот раз не получилось просто закажем с этого и когда нам Тали сказала что ну будьте осторожны потому что если вы закажете с посылки вот этот фен ну который полегче есть вероятность того они же там кидают эти коробки нет он пришел все даже все упаковано все было замечательно поэтому я хочу заказать вот этот второй попробовать фен сколько мне просто интересно 300 девочки 300 тысяч вон это где-то 216 долларов примерно 19 с копейками тысяч рублей я сейчас по конвертеру валют проверила я не знаю там по банкам может быть курс доллара плюс-минус да ну ориентиру очень хорошо спасибо большое просто у меня там родин рождения поэтому я и хочу себе спасибо большое Дина большое спасибо девочки спасибо все классно ну если вопросов нет тогда можно можно не спрашивать можно скажите это оплату в корее а как осуществляли оплату в корее покупок своих в корее сейчас можно оплачивать даже с нашими карточками вот казахстанскими Каспи Голд у нас есть такая классная у нас оперативная система в нашем банке одна из лучших в мире и прям великолепно раньше моя дочь могла оплачивать только с корейской карточки вот на свой адрес да ей пересылала деньги на Каспи Голд она их обналичивала перекидывала на свою корейскую карточку а сейчас уже мы можем спокойно даже сидя дома мы можем оплатить и не придет на адрес и там она может переслать или когда вы будете в Корее вы можете забрать этот товар куда вы заказали и привезти сами вот так спасибо вот так я это сейчас оплачу да а вы а кто-нибудь пробовал помаду которая сейчас появилась да я все три помады пробовала очень хорошие да потому что две у меня уже есть красный и коралл а эти вот три остальные я взяла они шикарные да но мне больше нравятся они с подводками с подводками прямо без подводок как-то для меня очень классно да вот им надо сказать чтобы это ну там они сами оказывается как мы вот как-то подводы особо не пользуются оказывается кореянки поэтому они а так бы они выпустили бы тоже вот для губ да 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 очень шикарно да 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 ну будем ждать другие вкусные да у других таких у него там а вот иногда я без подводки например вот эта помада которая матовая номер один она конечно вечерняя сейчас я нанесла чтобы ну поярче да было на видео а так она это она прям классно вот и прям контур такой получается если сразу не есть еду то она прям долго долго держится классно мне так нравится вот а одну я использовала жалко сейчас рядом со мной нет она называется малиновая но она конечно не совсем малиновая такая приятная и она тоже нейтральная но она не матовая она немножко пожирнее а вот остальные надо попробовать которые такие дневного нюдовые розовые кораллы вот кораллы я тоже хочу они прямо люди довольны так что коралловая она хорошая но вот они все вот мат они же все матовые и они получаются некоторым на губах не очень нравится потому что она слишком тяжела для некоторых она вот им нравится как вот блеск вот такой легкое что-то ну значит вам надо другие еще нет да а еще есть вот такой как бы два таких как они пинт по-моему называется ну со щеточкой вот так вытаскиваешь а я поняла потемнее чем вот этот пипец да и вот можно вот это промокнуть и тот чуть-чуть или наш вот этот блеск вот эти наши красные и он смотрится красный но у него почти он транспар транспарентный вот красный и коралловый по-моему да 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 коралловый коралловый его на матовую помаду вообще классно я пробовала но блеск нужен все равно только по краям очень ну не по краям посредине так будет шикарно смотреться да 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 вообще просто безумно красиво ой ну все ну ладно девушки давайте тогда это если например как бы сегодня мы по бизнесу мало поболтали да ну это просто надо с какими-то слайдами вот Рина нам приведет скоро замечательное это ну у нас люди любят говорить занятия там или школа ну а мы просто говорим встреча так что чтобы у нас таких встреч было побольше вносите свои предложения какие темы вас интересуют да чтобы вы хотели как бы от нас слышать сами что-то вот я например представляете не то что похвастаться а просто как бы ну такая вот идея у меня возникла и я поделилась с мистером шином где-то когда вот лет пять назад было открытие казахстана мы за кулисами с ним разговаривали и я говорю знаете я работала 30 лет косметологом и поэтому я в этом ну как бы разбираюсь я вам советую там какие кое-какие дополнения такие улучшения в расфасовке кремов сделать вот он хорошо хорошо это знаете надо записывать на карандаш брать ну и так и ничего не сделано было и я ему в этот раз напомнила подошла в этом парке у нас была экскурсия я его подловила он как раз был один я его подловила и говорю а вы знаете мы пять лет назад с вами разговаривали насчет вот этого ну и это до сих пор а он а ему так стало не могла не знал как реагировать потом я говорю а у меня еще еще одна идея появилась давайте ее осуществим создадим такой бьюти кейс и не какой-то и какая-то маленькая вот такая сумочка белая же есть туда даже с таймя наш тонер вот абсолютно не помещается правильно его только можно положить а зачем класть тонер если он должен вот так с таймя стоять и там лосьон тоже высокий высокая она не помещается в этот такой как бы маленькая такая косметичка бьюти кейс он должен быть намного больше объемнее и выше вот я говорю давайте создадим не обязательно там какая-то должна быть дорогая ткань просто не вот какого симпатичного цвета атомянского сделать и чтоб туда наши вот эти все помещались великолепные наборы которые нам нужны для мастер класса он говорит слушайте это классная идея а я говорю вы ее только осуществите а то я говорю вот то что я предлагала пять лет прошло он говорит давайте давайте вы мне отправьте мол это вот сейчас немножко очухаюсь сделаю эскиз там поставим ему состав и это давайте тоже вместе подумаем я уже как бы придумала что именно должно быть в этом наборе посмотрите если классно вот так красиво будет он каждый у нас я купила красивую такую бенетон вот бирюзовую сумочку объемненькую такую и там размещаем почти все помещается ну кое-что не помещается вот и это и все спрашивают все а где вы такую сумку взяли а мы тоже хотим а мы бы тоже хотели такой сумки а я говорю ну вот а то мне надо конечно самой выпустить и не черного цвета и не белого а какую-нибудь такую ярко-голубую вот ну и чем и такое надо придумать и он сказал мне обязательно это и когда мы уже отправлялись он зашел в автобус попрощаться и я на передних там рядах сидела и он меня увидел я жду это как не забудьте ну как бы вот эту мне бьюти кейс он еще запомнил как я назвала это не забудьте бьюти кейс я говорю хорошо так что надо как-то ну и самим как-то интересно правильно какие-то улучшения как-то работать с нашей продукцией у нас же интернет-магазин это же самое главное людей знакомить с нашей продукцией с новинками как вы сами это пользуетесь вот я прихожу например куда нас приглашают на встречу или в образовательные центры да я сразу смотрю на лицо у нас же в основном да мы все работают да и в образовательных центрах я сразу смотрю на лицо этого человека и говорю а как же вы вот в образовательном центре вы проводите мастер-классы а сами вы пользуетесь ну как бы я же не могу сказать там вот резко там ой вы сами у вас у самой неухоженное лицо я специально а вы пользуетесь косметикой ой вот да я я вам сегодня забыла или я вот иногда я такая занятая я такая загруженная мне даже некогда представляете вот так что мы как бы мы должны быть такой ходячей рекламой и рассказывать о своих товарах о своем интернет-магазине вот который приносит нам хорошие заработки вот такие вот как бы градации там лидерских клубов поизучайте вот это обязательно познакомьте ваших потенциальных партнеров или близких не просто так рассказать ой а вот то там вот сколько зарабатывает не надо в нашем маркетинг плане есть возможность построить вот такой-то доход или передать по наследству или вот этот доход он у тебя будет пассивный так людям все те которые как-то ну мы желаем добра хотим их привлечь именно на бизнес да а те которые на продукции будет больше вот мы должны сами во-первых пользоваться и тогда они вам поверят и рассказать как вы пользуетесь что это вам приносит как это полезно по сравнению с другими допустим товарами или магазинами сколько это приносит вам там пользу и поинтов как вы можете с этим поправить там свое здоровье и внешность ну вот давайте будем встречаться мне тоже будет будет интересно послушать вас готовьтесь преступлением хорошо давайте распрощаемся уже прошло больше часа я вас всех целую обнимаю будем вместе путешествовать и поездках вот таких будем встречаться всем желаю успеха пока пока не забывайте пока пока не забывайте